Я вас категорически приветствую. И я. Здрасте. Привет, Дим. Опять сокровище. Опять мы здесь пришли сюда и о чем-то будем говорить. Давай поболтаем. Так приятно. Работаешь неделю, а прийти поболтать. Хорошую майку на тебе вижу. Я модный парень. Самая модная майка этого сезона. Дипепл. Как мы переводчики. В Советском Союзе. Дипапл. Дипапл правильнее, чем Дипепл. Они же поплы. Я сразу хочу сказать, что все те, кто называет эту группу Дипепл, говорят неправильно. Потому, что либо Дипапл по-американски, либо по-английски Дипапл. Yes? Не совсем. Там разница в произношении присутствует. Но нам на слух не всегда понятная. Папл. Папл Хейс. Американо. Как некоторым образом. Знаток английского все-таки нет. Это ж закрытый флог. Оно читается... Ну, как Бёрн. Дипепл. Берн. Да. Так и это. Но все-таки ближе к Папл. Не знаю. Чем к Пепл. Нет. Пепл вообще неправильно категорически. Не будем спорить. Расскажи мне, Дмитрий, с чего началось свое знакомство с группой Дипепл. Как, наверное, у большинства с группой Дипепл ин рок. Дипепл. Ага. Тогда впечатление производило вообще... Ну, мы непрерывно возвращаемся к, так сказать, нашей советской эстраде, так называемой, где люди были в хороших костюмах, при галстуках все стояли, как приколоченные к сцене. Ну, например, если взять группу Песнеры, к примеру. Прекрасные. Их и сейчас ты слушаешь. Как завернуто вообще слов нет. Я даже, когда у меня папенька служил в Восточной Германии, они к нам приехали в военный городок, давали концерт. Я сидел на первом ряду. Это были самые дешевые билеты. И торчало. Да. И торчал. Александрин. Билет стоил... Приготовься. 45 копеек на наши самые дешевые. Авторитетные люди. И искусство принадлежит. Да. Сидели в конце зала. Советскому народу. Было круто. Но... Это было круто, но это совершенно, на мой взгляд, другой жанр. А вот хард-рок, который именно они представляли, я когда первый раз услышал... Это 1971 года. У меня был старший брат. И сейчас есть, слава богу. На пять лет меня старше. Музыку слушал он до 70-го. 71 файбл. Я когда услышал... Я маленький был. Я не очень такую музыку понимал. Но это просто срубило под корень вообще. Настолько свирепое звучание. Такие там яростные запилы. Ничего. Ну, срубила... Конечно, группа Deep Apple оказала население Советского Союза... Влияние чудовищное совершенно. Потому, что ни один советский человек не избежал влияния группы Deep Apple. Даже те, даже те, кто ее никогда не слышал... Все равно знаю. Жители сельской глубинки... Все равно, неожиданно посмотрев, проснувшись с похмелья на своего старшего сына и увидев его в клишах, спросили... А что это за штаны у тебя? А он сказал... А я тут у парня слышал Deep Apple. Они такие крутые парни. У нас есть фотография в селе. У Ваньки Черепа есть фотография Deep Apple. Там такие пацаны классные волосатые в клишах. Я себе ставил клинья. С твоего позволения вытащу. Это была первая вражеская пластина. Так что весь советский народ, конечно, под влияние Deep Apple попал страшным образом. Когда мне ее выдали подержать... Нет, не на совсем. Я ее целый день сидел, внимательно разглядывал. Мы не знали, например, что в Америке есть такая гора... Что это Голливуд. Да. Маунт Рашмор, где высечены американские президенты, это как-то до нас не доходило. А тут надо же такое придумать. Это же вообще елы-палы. Так круто, так круто. Ну, а музыка... Не изгладились... Музыка, да. Я хочу начать вот с этой пластинки, на самом деле. Это последняя, да? Да. Это удивительная совершенно вещь. 21-й год. Если говорить о музыке 21-го года, то для меня, наверное, это номер один среди хард-рока. Я не скажу, что это лучшая классинка 21-го года. Но среди хард-роковых групп, наверное, самая лучшая. Хотя год еще идет, еще может быть что-то выйдет. Но это, конечно, очень сильная вещь. Повезло очень парням, что записали о ней в 19-м. Еще до этой грандиозной экономической аферы под названием пандемия. Которая подкосила, конечно, всех. По всем статьям. Включая меня. Я не поехал в Турцию сейчас, куда я езжу в 16 лет. 16 лет каждый год. Ну, турки же сами говорят, что у них там по 50 тысяч заболевших ежесуточно. Ну, да. Да. Опасно. Турция большая. Где-то да, где-то нет. Где-то что-то. Где-то в больницу, где-то просто дома. Где-то в горах, в хижине. А в отелях-то... Ну, плюс это же политическая фигня. Ну, это абсолютно. Да, это все политическая фигня. Это отдельная тема. Нас проклянут все сейчас. Так а нам-то что? Мы, как и все, живем на краю вулкана. Это абсолютно политическая фигня. И, конечно, надо ее пережить как-то. Хотя я боюсь, что она не кончится никогда. Потому, который можно пользоваться. В любую сторону его. Нажимать круче, чем коробка передач. Сюда вправо, влево, вперед, назад. Закрыли, открыли. Кстати, поехали, не поехали. Это все понятно. Вот. Так чем же повезло-то им все записать? Повезло им, что они спокойно записали в нормальных условиях. И единственное, что они почти год ждали с выпуском релиза. Вышло в 21 году, а не в 20. Альбом. Очень классная вещь. Я всем ее рекомендую. Моя любимая песня здесь... Nothing at all. Последняя на первой стороне. Это вообще двойник. Если на виниле брать его. Nothing at all. Это вообще потрясающая совершенно вещь. С удивительными гитарными соло. С клавишами. Вообще не похоже на deep pebble. Но музыка прекрасная. Помнишь ее? Слушал? Слушал, конечно. Вообще это возврат к блюзовому звучанию. К тяжелому блюзовому звучанию. С добавкой а-ля Джон Лорд классических пассажей. Псевдоквазиклассических пассажей на клавишах. Совершенно безумная вещь. Цельная. Абсолютно весь альбом как одна песня идет. И степ бай степ прекрасная. Тут же наш любимец Боб Эзрин. Боба Эзрина я первый раз заметил у Уиллиса Купера. Добро пожаловать. Я хотел как раз сказать про Боба Эзрина. Следующее я хотел сказать. Ну, помимо того, что это гениальный продюсер, это еще прекрасный музыкант и очень хороший композитор. И последние три альбома. Дип Пеппл. Включая вот этот третий уже. Здесь Боб Эзрин является не просто продюсером, а соавтором всех песен. Они сочиняют песни вместе с Эзриным. Последние три альбома. Значит, на Бананас он не писал ничего. Хотя Бананас очень интересная тоже пластинка. Очень дорогая. На виниле Бананас в нашей стране стоит тысяч двадцать, наверное, сейчас. Почему так? Одно издание только было. Виниловое. И он не переиздавался ни разу. Там что-то с правами. Да. Там что-то с правами. Он не переиздавался. В общем, в приличном состоянии тысяч двадцать, двадцать пять. В общем, можно купить Бананас. И при этом его еще по одинайде. Его еще и нет нигде. Только интернет и в помощь. Где-то кто-то продает. Там найти можно. Ну, вот там найти можно. Да. За приличные деньги. Довольно. И состояние, опять-таки, надо смотреть. Потому, что так. Это довольно сложно. А тут вот как ты считаешь? Вот такой двоякий вопрос. То есть, это явно он в них что-то видит и хочет с ними по сотрудничеству. Да. Конечно. И они в нем что-то видят. Нет. Он работает только с теми артистами, которые ему близки. Музыка, которых ему нравится. И делает все прекрасно. И здесь, я повторюсь, да, он соавтор. Значит, это So What, Infinity и вот этот альбом. Три пластинки, где он является композитором. Отчасти. Вместе со всеми остальными. Ну, а кто не знает Боба Эзрина, тот не слышал никогда пластинку Пинк Флойда Стена. Стена. Например. Которую тоже делал Эзерин. И с Эзерином замечательная есть штука еще. Он перемикшировал сравнительно недавно, лет десять назад, наверное, или поменьше, пластинку группы KISS под названием Destroyer знаменитую. И в аннотации на пластинке, когда, так сказать, открываешь и читаешь. Там статья Боба Эзрина, где он пишет, что... Я не помню, когда вышла впервые эта пластинка в 75-м году. Где-то там. Самые богатые годы. Да. Он пишет... Ну, богатые... Относительно. Вот. Он пишет, что раньше это был просто классный рок-альбом, а сейчас это стала музыка. А, он говорит, мы послушали. Мы когда свели все, отмастерили, мы послушали все вместе с группой и поняли, что раньше это было просто рок-альбом, а сейчас это музыка. И он звучит потрясающе, Destroyer. Вот этот Эзриновский. Это где на обложке все прыгнут. Да-да-да. Detroit Rock City, блин. Да-да-да. Это ломовая совершенно вещь. Именно перемикшированная уже Эзриным. В общем, этот альбом очень рекомендую. И это, конечно, прорыв не прорыв, но знаковая вещь. И что характерно, здесь есть композиция инструментальная под названием End The Address. Эта история. Это первая самая запись Deep Apple, которая вышла на большой пластинке. С которой начинается у нас... Собственно говоря, вот эта штука. Шейдз. Начинается она с End The Address. Вот они ее сыграли здесь по-новому. То есть, партии те же, но поинтересней. Я заметил Гражданин Морс в ряде аспекта покруче, чем Гражданин Блэкморс. Гражданин Морс – это моя любовь вообще. Гражданин Морс – это великолепнейший музыкант. И гитарист группы Yes, которого зовут Стив Хау, в одном интервью сказал, когда ушел Блэкморр и все, так сказать, ушло. И когда пришел Стив Морс, Хау сказал, что гитарист... Такой гитарист, как Стив Морс, для такой группы, как Deep Apple – это подарок богов. Что, собственно, мы и видим. Потому, что это, конечно, изменилось все. И музыка стала... Музыка осталась прежней, но зазвучала на ступеньку просто выше. Просто мощнее в разы. Про Блэкморр много. Мы чего можем говорить. В следующий раз я принесу Rainbow – его знаменитый ансамбль. Вот. И Блэкморр, конечно, он разный. Он разный. Он очень... Психически некрепок. Неустойчив. Психически неустойчив. Да, колбасит. Ну, колбасит, надо сказать, выхлоп хороший от этого колбашения у него идет. И, собственно говоря, вот, да, Shades of Deep Apple – первая пластинка, 1968 год. Что по-русски значит «оттенки темно-лилового». Оттенки темно-лилового, да. Название придумал Блэкморр, как мы все знаем. И, собственно, как это вся начиналась история. Вообще тяжелый рок играли много уже и долго, но не с таким бешеным успехом. Не с такой яростью, как Deep Apple. Хотя первые три альбома, они, в принципе, в традиции конца 60-х годов. Они так по-хорошему, если говорить, они мало чем отличаются от мейнстрима тяжелого рока конца 60-х. Но, единственное, что они очень хорошие просто. Они очень музыкальные. То есть, мейнстрим же он тоже мейнстрим. В мейнстриме есть похуже, есть получше. Вот эти получше получились. Вот. А я думал как раз после разговора о Black Saved, думал вообще, откуда взялся вообще тяжелый рок. Такой вот, какие мы его знаем. И, опять-таки, вспомнил о экономической ситуации Англии конца 60-х и всех 70-х годов. Полный развал. Грустно было. Это два дефолта пережила Англия. Если после войны было какое-то возрождение экономическое при Черчилле, еще немножко пошло вверх все, то потом все рухнуло совсем. Совсем было плохо. И карточки, как мы уже говорили, и карточки, и отключение электричества, и забастовка горняков, которая случилась, помню, в 73-м году, если я не ошибаюсь. Когда совсем все встало вообще. Когда Англия вообще встала, остановилось все. Вот по этим пластинкам такого не скажешь. Но там было жутко, страшно и чудовищно. И люди стали играть тяжеляк, чтобы как-то адреналин ба-ба-ба, вот эти все песни... Как-то уже не катили. Выплеснуть. Как все хреново тут у нас. Да. Я думаю, что это так и сподвигло на самом деле на тяжелые вот эти вот вещи. Как ты считаешь? Я не силен... Чем хуже, тем лучше. Это да. Это да. Ну, как? Пресс должен быть. Творец должен быть голодным. Он должен к чему-то стремиться. Пресс был страшный. Люди стали рычать на гитарах просто страшным образом. Они же вообще не похожи. То есть, вот первые три на ин-рок не похожи вообще. С моей точки зрения... Не похожи, но они тяжелые очень. Они очень тяжелые. Они очень музыкальные. Они в той же традиции, которая была в то время в тяжелом роке, они были не первые из тех, кто играли тяжелый рок. Ну, вот Хей Джо, например, они сыграли песню. Старая песня эстрадная. Я не помню авторов. Первое исполнение было, по-моему, в 65-66 году. Я впервые в Джиме Хедрикс его услышал. Ну, это уже тоже как бы его... Да. Это же так называемые каверы. Ну, это каверы. Так называемые каверы. Хелп Бетловский присутствует. Хей Джо. То есть, минимум три я знаю, которые... И в Хей Джо здесь, конечно, Блэкмор выдал страшные совершенно вещи на гитаре. С игрой мимо нот. Причем осознанно. Явно совершенно осознанно. Он очень свободно там сыграл. Порычал. Повыл. Посвистел. И, конечно, это в сторону Хендрикса все было. Все было сделано в сторону Хендрикса. Который Хей Джо, так сказать, реанимировал эту песню. Сделал ее суперхитом. И Блэкмор постарался переплюнуть здесь Хендрикса по-своему по-английски. Получилось? Получилось, да. Получилось по-другому. Но не хуже, я могу сказать. Получилось очень круто. Но вся эта история... Особенно если говорить о Хелп... Вся эта история была у нас... Откуда? Она была у нас... Вот отсюда. Вот отсюда. Из американской группы Vanilla Fudge. Совершенно замечательно. Вот я три пластинки принес. Я только название знаю. И все их настоятельно советую слушать, переслушивать. Покупать. Ставить все на полки. Потому, что это гениальная совершенно группа. Это совершенно гениальная группа. Которая тоже... Вот эта первая пластинка у них. Они тоже начинали с коверов. И благодаря коверам, собственно, вышли на такой верх, что перлись от них все. Вся Англия от них... Группа американская. Вся Англия перлась больше, чем от Джимми Хендрикса. От Vanilla Fudge. Включая и музыкантов Deep Apple. Которые страшно любили эту музыку. Ходили на концерты. И, собственно говоря, первые три альбома сыграли точно так же, как Vanilla Fudge. На самом деле. Ticket to Ride. Бетловский. Да-да-да. Здесь все... Season of the Witch. Season of the Witch. Вот здесь песня. Совершенно грандиозная. То есть, Донован кто такой? Донован это парень с гитарой, который пел такие песни фолковые. Очень хорошая, кстати. Очень хорошая песня. Донован замечательный музыкант. Но это чистый фолк. Там с уклоном в психоделию с разными штучками. Но чисто акустический такой музыкант. Кстати, у него есть пластинка с группой Smoky у Донована. Ничего себе. Где группа Smoky играет аккомпанемент, а Донован, значит, свои песни поет. Ну, это 70-е какие-то. Конец 70-х годов уже. Удивительно. Я всегда думал, что Smoky они какие-то несамостоятельные. Там какие-нибудь Чин и Чепман песни сочиняли. Да. Чин и Чепман сочиняли. Потом они сами стали сочинять. Потом с Донованом пластинка у них была. То есть, так... Очень серьезно. Вот. В общем, Vanilla Fudge. Это страшный... Ну, опять-таки, страшный на фоне, так сказать, таких групп, как... Моторхед Джудас Прист и прочее. Это ровнять не надо. Потому, что это просто другое время. Другой звук. Но это очень... Такая невероятно музыкальная история. Тяжелая. Песни по 8-7 минут. Такие... Как мы любим. И клавиши здесь, конечно. Почему Deep Apple похожи? В общем, на Vanilla Fudge. Очень много клавиш, очень много органа, гитары и фантастические голоса совершенно. Здесь просто... Оказали серьезнейшее воздействие. На песниров, я думаю, серьезнейшее воздействие. Да. Я не сомневаюсь, кстати. Я не сомневаюсь, что песниры слушали Vanilla Fudge и делали в эту сторону тоже. Они же были взрослые люди, музыканты. Продвинутые достаточно песниры по тем временам. Конечно, они слушали западную музыку. Конечно, они все это... Как бы были в курсе. Это все. Берем на заметку. Вот. В общем, если песниров сделать на английском языке, утяжелить, добавить органы и приплющить, то будет Vanilla Fudge. Ну, а что касается тяжелого рока, то, собственно говоря... Вот пластиночка под названием Heavy. Группа Iron Butterfly американской. Я забегаю вперед. У меня в детстве вот это было. Это было. Да, из которого и пошло название Heavy Metal. Heavy Rock. Ну, слово... Металл тогда еще не пристегивали сюда, было просто Heavy. А сказка про то, что это из песни группы Степпен Вулф... Born to be wild. Ну, это... Heavy Metal Thunder. Ну, это как бы... Это как бы все... Это все одного поля ягоды. Heavy Metal, кто не в курсе, на всякий случай. Это еще и тяжелая артиллерия. Ну, такая, да. Да. Долбит как следует. Так, с вашего позволения. И на гада Давида. Я никогда не понимал, что это такое. Я вам сейчас расскажу. Вот Iron Butterfly, пластинка Heavy. Железная бабочка. Самая тяжелая пластинка на тот момент времени, на 1968 год в Америке, и мгновенно пластинка стала золотой. Потому, что так никто не играл никогда и нигде. Никто не слышал вообще такого адского рока, который сейчас покажется легким и красивеньким музыкальным. С органом тоже. Потому, что Дук Ингл, лидер группы, клавишник. Вот. И он очень много играл на органе. И пел. Ловко играл. Надо отдать должное. Ловко, да. И пластинка стала золотой. После чего в группе выдали аванс на второй альбом. Она засела в студии, чтобы писать вот этот самый второй альбом. Под названием In a God of David. In a Garden of Eden. Да. Собственно говоря. Американцы все... В Эдемском саду. Издевались. Выговорить не может. Но на самом деле выговорить не может. Потому, что группа стала звездной мгновенно. После первого альбома Золотого. Они стали звездами. Они стали крутыми. И они сели в студии... Извини, перебью. Обращаю внимание, что Ин a God of David занимает всю вторую сторону. Всю вторую сторону, да. 17 минут. Да. Это знаменитая песня. Махейшая произведение. Знаменитая песня совершенно. Да. Короче говоря, они сели в студии. Деньги у них были на студийное время. На все остальное. И они стали бухать. Они записывали музыку. Пили классное калифорнийское вино. Прекрасно себя чувствовали. Записывали дальше музыку. Пили вино. Записывали музыку. Опять пили вино. В результате студийное время закончилось. Осталось там пара смен. А то и одна. А песен было записано всего пять. И больше не было. Вообще. А альбом надо было выпускать по контракту. Сдавать материал. Деньги уплочены. Надо сдавать. Будьте любезны. Будьте любезны. Да. Покажите, что вы там записали. А песен всего пять. Очень хороших. Most anything you want. Flowers and beads. My miracle. Termination. Are you happy? Все. На этом все. Поэтому вторую сторону. Поэтому вторую сторону. Пьяный абсолютно в зюзю. Дук Ингл. Сел в студии. Один. Все ушли за вином. А он стал играть на органе. И напевать про Эдемский сад. Попивая вино. Остатки. Пока те ходят. Когда те пришли, он уже не мог выговорить пропеть In the Garden of Eden. Как классно. Получилось хорошо. Получилось хорошо. Я бы сказал гениально. Получилось In the Garden of Eden. Лидер ленинградской группы россияне Жора Ордановский называл эту песню Иногда Давид Дода Гада. Можно назвать как угодно. Потому, что это действительно набор слов просто Иногда Давида. В далеком детстве с Жорой я был даже знаком. С Жора классный человек. Очень хорошая пластинка. Иногда Давида здесь... Это отдельная история. А вот эти пять песен, они едва ли не круче, чем Ванилла Фадж даже. Они просто очень хорошие. Гитаристу здесь, чтобы мне не соврать, 18 лет всего. После первого альбома гитарист ушел. Они взяли нового гитариста Эрика Брауна. Ему 18 лет здесь всего. И он играет соло здесь в Иногда Давида. Длинная. Потому, что песню 18 минут. Надо всем поиграть. А куплетов всего два. Два куплета. И как-то что-то с этим надо делать. Поэтому там и на барабанах соло сыграно, и на гитаре соло сыграно, и на органе соло сыграно. И в целом очень хорошо получилось. И продюсеры, в общем, были не в восторге от этого полотна замечательного. Потому, что что с ним делать, непонятно. 18 минут на радио не поставишь. Как-то это самое... Как-то это... Это многим непонятно, но песня для того, чтобы была популярна, ее надо крутить тогда. Надо было крутить по радио. А там есть четкий формат. Там, я не знаю, две с половиной, три минуты. Как у Кридонс. Все песни короткие. Вот очень удобно. А 17 минут нет. Вот. Но деваться некуда. Потому, что деньги в кассу, культуру в массы. Уплочено получить. Альбом вышел все-таки. И е-мое стал платиновым сразу. В пьяном угаре. То есть, что это значит? Золотой альбом это 500 тысяч продано. Платиновый это миллион. Солидно. Получите, распишитесь. Миллион экземпляров сразу. Первый в истории платиновый альбом. Первый в истории. Вообще, до него не было таких... Я замечу, что песня настолько серьезное воздействие оказалось, что ее перепела даже группа Бонни М, которых вообще никакого касательства нет. Ее перепевают все, кому не лень. Потому, что она очень простая. Первая в истории платиновая пластинка, которая получилась из калифорнийского вина. Вот все такое рок-н-ролл на самом деле. Да, Лина Наппа выступила как на... Не надо мудрить. Сидят умничают. Сидят умничают чего-то и всю жизнь, так сказать, все это самое... На метро жетоны аскают. А тут раз... И все. И бац тебе платины... Круто. Вот рок-н-ролл настоящий. Бесчисленное количество раз. У меня была кассета... То есть, это бобина с пленкой второго типа, которая все время рвалась. Но прекрасно. Прекрасно. Ну, вот. Ну, и эти парни, вдохновленные и Нагадой Давидой, и Ванилой Фадж, играли ровно такую же американскую музыку на самом деле. Да. Но при этом они были англичане. И, конечно, с английским этим самым своим... Перфекционизмом. Хотя о перфекционизме говорить сложно. Поскольку Америка все-таки, во-первых, фикционизму она впереди планеты всей. В плане рок-музыки. Американские группы, они, конечно, и спето, и сыграно. Все там ля-ля. Все очень хорошо. Англичане... Ну, у них другая история. Американская музыка все-таки тяготеет к блюзу. К южным всем делам. Английская она хоть и на блюзе вся тоже. Абсолютно вся. От начала до конца. Но она на сонатную форму европейскую плотно очень опирается. И вот все эти классические дела, конечно, там лежат в основе. Все это перемешалось. И получился тот самый английский нами любимый тяжелый рок. Удивительно. Мне вот в детстве все время казалось как раз наоборот. Что все это придумали в Британии. Потому, что все могучие группы британские. Ну, те, которые мы знали. Ну, те, которые мы знали. Да. Потому, что нам... Ну, нам и на слух ближе было все-таки европейская музыка. Да. Все-таки поближе. Американская уже... Хотя мне помню попала пластинка Great Full Dead. Я ничего не понял. Вот ничего не понял. А он же там... Это ж вообще культ натуральный. Да. Great Full Dead. Это вообще целый мир. Да. У меня все пластинки Great Full Dead. Ну, все условно. Потому, что у них каждый год выходит еще по пять концертников сейчас. Записанных в те годы. Они записывали как запора, который записывал все свои концерты. И у которого тоже выходят все периодически новые пластинки. Молодец. У Great Full Dead постоянно боксеты выходят. Какие-то еще. Там куча... Ну, номерные все у меня есть. Плюс еще несколько вот этих из новых. Ну, это же говорит о безумной популярности. Значит, народ покупает. Ну, это один из символов Америки вообще. Так же, как и Чикаго группа. Которая не очень популярна в нашей стране тоже. Чикаго супергруппа. Ну, и так супергруппа какая-то. Ну, да. Там джаз-рок. Там эти дудки. Где-то у них. Где-то у них там. На самом деле... Принесем. Поговорим. Ну, в общем, продюсерский проект Deep Purple превратился в непродюсерский. Это же начинался как продюсерский проект. То есть, если мне память не изменяет... Тони Эдвардс был такой парень, который стремился стать музыкальным... Ну, ты знаешь, наверное. Ну, фамилию знаю. Стремился стать продюсером и искал музыкантов, из которых можно сколотить группу. Встретился с барабанщиком группы Searchers... The Searchers. Который мечтал уйти из The Searchers и сколотить собственную группу, где бы он играл на барабанах. И они вместе стали искать музыкантов. Нашли. Барабанщика группы The Searchers отодвинули в сторону. Потому, что получше нашлись барабанщики. И в результате из продюсерского проекта получилась уже самодостаточная история. Но их пасли, конечно, серьезно. Потому, что появился там еще один... Не помню, как его фамилия. Еще один продюсер. Который три альбома эти и делал. Не помню. Не важно, как его фамилия. В общем, они вложили там порядка 7000 фунтов. Первичный Дерек Лоуренс. Нет. Нет. Не он сейчас. Ну, не важно. Не важно. Из рекламного бизнеса какой-то парень пришел. Серьезный. Ну, парень. Ему за 30 было уже. Такой взрослый. Вот. И они вложили бабло. Серьезное 7000 фунтов для Англии того времени. Это были деньги. То есть, они рискнули. Купили аппарат. Сняли жилье музыкантом. Которого не было у них. Они жили там в одной квартире. Жон Лорд с этим самым... С этим Кертисом из The Searchers. Сняли им отель. Они там поселились. Купили им аппаратуру. Репетиционную точку, соответственно, какую-то организовали. И стали ждать отдачи. 7000 вложено фунтов. Серьезно. Будьте любезны. Будьте любезны, да. И поэтому, собственно, за два года три альбома было записано. Очень крутых. Да. А фирма, на которой они писались, это... Я до сих пор не могу произнести название. Tetragrammaton Records. Это американский лейбл. Очень интересный. Он напоминает некоторые современные московские компании. К чем? Своим пафосом. То есть, они пошли со следующей стороны. Они бешеные деньги вкладывали во внешнюю атрибутику. Пролетает группа. Подаются лимузины. Самые лучшие отели. Самые лучшие девчонки. Дорогое питание. Дорогое вино. Пресса. Пресса. Все. И они вкачивали бабло. Вкачивали, вкачивали, вкачивали. В результате вкачали все. Ничего у них не осталось. Все обанкротили. Какой тонкий коммерческий ход. Но три альбома Deep Apple они все-таки, так сказать, вышли на этом лейбле. И слава богу, это осталось в веках. Все. Вот. Номер два. Номер два. Уже посерьезней. Уже посерьезней. Уже помузыкальней. И здесь... Этого живьем никогда не видел. А, ну вот. Смотри. Красавцы. Да. Это новодельчик тоже у меня такой. А почему на нем написано моно? Потому, что моно. Тогда и так можно было, да? Потому, что моно. Записали моно, да. Между прочим, моно... Это очень хорошая история. Некоторые записи... Куда как лучше слушать в моно, нежели в стерео. Например, ранние альбомы Beatles надо слушать только в моно. Там стерео мощнейшее. Здесь гитара... Там развалено все. Там вообще музыки нет. Если Beatles слушать в стерео, там вообще музыка пропадает вся. Она вся разваливается. И они записаны изначально в моно. И они в моно не звучат. И есть такой... Ямайкский продюсер Лис Крэч Перри, который работал и с Бобом Марли, и с Петром Торшем. И у него самого куча пластинок. Реггей. У него целая теория на этот счет. Он тоже очень много писал в моно. И он говорил... Он хороший продюсер. Настоящий профессиональный. Он говорил, что музыка стерео это музыка горизонтальная. А музыка моно... Она вертикальная. И она работает на человека физиологически куда как сильнее. Потому, что бас внизу он бьет по определенным участкам тела. Средние частоты в легкие и высокие в мозг. Вот этот столб монофонического звучания выстраивается. И человек его прямо так и поглощает. Возможно, он прав. А вот эта история стерео... Она такая... Лег на диван и где-то что-то там играет. Ты знаешь, как с фотографиями. Фотографии... Как в телефонах фотографируют. Вот так вертикально. Чисто для справки. У людей глаза горизонтальные. И должно быть вот так. Так и тут может быть в этом высоко. Так что это в моно. И лучше это слушать. В моно, конечно же. И моя тут любимая... Для меня, извини, перебью название. Много лет было загадкой. Оказалось, что это как бы книга Талесина. Талесина это какой-то мегаколдун. Какой-то, да. Википедии не было. Какой-то мегаколдун, да. И, собственно говоря, это совершенно неважно. Ну, Kentucky Woman песня Нила Даймонда здесь стала хитом, который мне не нравится совершенно сама песня. Kentucky Woman. Такая американщина. Хотя я американскую люблю очень музыку. И, в частности, песню River Deep Mountain High, которую написала супружеская пара... Не помню, как их зовут. Тут имена есть. Супружеская пара продюсеров написала эту песню в шестьдесят, по-моему, шестом году впервые ее исполнили Айк и Тина Тернер. River Deep Mountain High. Песня стала хитом невероятным в Америке. И Deep Battle здесь ее сыграли фантастически в своем тяжелом роке. Ну, ты помнишь. Да. С клавишами, со всеми делами. Ради одной этой песни стоит купить вообще эту песню. Вот в детстве мне нравились три. Инструментальная Ring the Neck. Которую они играли на концертах сто тысяч раз пока. Конечно. Шилд. Такой загадочный. И River Deep Mountain High. Да. River Deep Mountain High. Еще и Rick Byrdons Animals замечательно исполнили. В составе New Animals. Тут тоже этот Дерек Лоуренс, который был там. Ну, да. Он есть. Но там какой-то еще был продюсер... 68-й год. Это мне было семь лет. Да. Ну, и третий замечательный совершенно одноименный Deep Battle, который все называют April. Благодаря... Он никакой не April. Он никакой не April. Он просто Deep Battle. Кстати, вот April мне здесь нравится меньше всего. Вот это симфоническое полотно Лорда. Оно мне нравится здесь меньше всего. Здесь все остальные песни очень хорошие. Мне больше всех Birds Has Flown. Вот она мне больше всего нравилась. Ну, все прекрасно. Все прекрасно. Я когда первый раз услышал, вот оно непохожестью на In Rock очень круто. Это было произведение Иеронима Босха. Сад земных наслаждений. Это японец. Это японец из 1977 года. Тут так незатейливо группа приклеена. Она так выглядывает. А тут всякие музыкальные ужасы происходят. По всей видимости. Когда попал в музей Прада, и все картины оказались размером с разделочную кухонную доску. Они вот такие мелко-мелко нарисованы. Очень зоркий был. Ерема Босх. Ерема. Что сказать хотел? Не сильно понимаю, но выглядело круто. А в советском детстве это я никогда не видел. Ни в книжках никаких иллюстраций. В советском детстве это разглядывали... Отвал башки. Круто. И музыка отличная. И на этом Тетраграмматрон, собственно, свою деятельность закончил. Три прекрасных альбома. Они что-то там еще выпускали, конечно, много в Америке всего. Но, в принципе, они все. Они все деньги вложили в лимузин и все остальное. Но успели Deep Apple в этот лимузин запрыгнуть. Свои деньги заработать. Они устраивали очень хорошие туры по Америке. И Deep Apple в Англии вообще не любили играть в то время. Потому, что платили очень мало в Англии. В Англии вообще денег не было ни у кого. Нигде ни у кого. Платили там 5 фунтов. 15, 20, 25, 50 за концерт. А в Америке они получали 10-15 тысяч долларов за то же самое. Ну, это же у всех просто голубая мечта. Гастроли по штатам. Действительно, деньги. Почет, уважение. Ну, группа... Ни одна группа не стала популярной по-настоящему без успеха в Америке. Потому, что основной музыкальный рынок американский все-таки. Если нет успеха в Америке, то сиди и играй по клубу. Такая твоя судьба. Такая твоя судьба, да. Они же до того яростно чесали по Германии. По Германии все чесали. Потому, что в Германии побогаче было. Германия была оккупирована Соединенными Штатами Америки. Какой остается до сих пор. Поэтому деньги там были. И все, начиная с Клиффа Ричарда и The Beatles, они все работали в Германии. Потому, что это имело смысл финансовый куда как интереснее, чем в клубе Каверна. Где неистовые толпы фанатов были, которые приносили все три рубля за вечер. Это печально. Все-таки для тебя это как для музыканта работа. В общем-то, хотелось бы что-то. Хотя бы на еду и на одежду. Это бизнес, конечно. И не следует считать наших любимых музыкантов такими отчаянными энтузиастами. За идею. Умрем за попс. Это бизнес изначально. И с самого начала до самого конца. Но удивительным образом этот бизнес сочетается и с творчеством. За что я люблю рок-музыку? За то, что творчество здесь определяюще играет роль. Хотя порой сваливается в чистый бизнес. И перестает быть интересным, что случилось с нашим любимым господином Блэкмором. Потому, что первые три альбома Рейнбоу это одна история. А потом пошла другая история. Уже чистый бизнес пошел. Уже чистый. Просто вообще чистая попса. Такая... Печальная. Печальная. Да. Сыгранная в форме рок-группы выходит поп-ансамбль. Вот и начинаются вот эти там какие-то американские хиты. Возможно, дедушка решил себя попробовать в другом. Ну, дедушка решил как-то заработать денег просто. Получилось? Он богат? Получилось. Нет. Ну, тут мало того, что получилось. Вот это все получилось. Это все до сих пор приносит деньги. Это все... Вот я купил пластинку. Я копеечку туда, так сказать, отправил. Я замечу, с твоего позволения, еще такой момент. Что это вот сейчас... Ты пришел, а у тебя такой богатейший комплект. Раньше все было не так. Для того, чтобы вот найти что-то такое... Или особенно вот такое. Такого я найти не мог. Категорически. Ничего нет. И оно как-то выщипнуто отсюда. Выщипнуто оттуда. Никакой последовательности. Вот это 70-го года. А потом 68-го. А потом другое. Вот у меня все время так было. Не. Ну, тогда вообще... Да. Это сейчас. Это сейчас. Вот эту пластинку можно купить. Пойти в магазин купить. В принципе, это новодел. Инрок у меня старенький. Это, я уже говорил, это японец 77-го года переиздание. Что тоже, в общем, уже достаточно редко и достаточно... Они их пересводили, не пересводили. Ну, японцы все. Они все немножко... Они знают как лучше. Они знают, как правильнее. Как должна звучать музыка на самом деле. Этих белых дикарей. Да. Эти белые... Варвары. Одинаковые. Все с лица одинаковые мы белые. Все друг на друга похожи, неотличимы. А японцы с богатой культурой. Все разные. Да. Друг на друга не похожи. Все знают, как что звучит. Все это круто. У меня родственники корейцы. У них есть специальное название для русских. Не помню, как по-корейски. В переводе на русский звучит как яма глаза. Яма глаза. То есть, вот как у меня глаза глубоко. Это не характерно для азиата. Очень странно мы выглядим. Какие-то инопланетяне на самом деле. Вот. И выгнали они Нико Симпер вместе с вокалистом Эвансом после этого альбома. Потому, что Эванс склонен к лирике был. А Блэкморс Лордом были склонны все-таки к этому. К року настоящему. Ну, тут показательная песня. Лолейна. Лолейна. Да. Это его. Это вот Рот Эванс. Да. Такой. Ну, Ник Симпер что сделал? Ник Симпер... Военную лошадь. Сделал военную лошадь. Или боевой конь. Офигенная группа. Совершенно. Потрясающая. Потрясающая группа. Он недолго ходил без работы. Он собрал группу Вархоз. Вот эту чудесную. Которая выпустила всего два альбома, к сожалению. Из которых слушать лучше первый. Вот этот Вархоз. Вот. И это еще круче, наверное, чем Дипепл. То есть, он разрабатывал вот эту же самую историю. Такого прогрессивного тяжелого рока. И разработал ее уже, так сказать, совсем до самых глубин дошел. И клавиши, и гитары тут. И потрясающий вокалист Эшли Холт. Про которого сейчас я два слова тоже скажу. Это абсолютно просто пластинка ломовая. Вот эта вторая... Никого не знаю. Red Sea. Она послабее. Она тоже самая, но послабее. Тут меньше уже органных всяких дел. Больше гитарных. Но при этом она не такая интересная. Мне кажется, они тоже в сторону коммерции пошли. Песни покороче. Здесь такие длиннющие полотна у них. А здесь песни покороче. Все так по прилизании, по приглажении. В общем, никуда все. А здесь вторая сторона вообще потрясающая. Три песни. Ритуал Solitude. Woman of the Devil. Просто фантастическая вещь совершенно. И здесь должен был играть Рик Вейкман на клавишах. В этом коллективе. Но Рик Вейкмана переманили быстро в ЕС. Он не успел ничего записать. А потом, через какое-то время, когда Рик Вейкман стал выпускать свои сольные альбомы, он увел еще и Эшли Холта. Вокалиста. Паразит. Эшли Холт поет на Вейкмановских альбомах. Там на Новый Фли Коннекшн поет Эшли Холт. Не знал. На предыдущих. Да. Из группы Вархоз. Боевой конь смотрит со значения. Ну да. Так что это супер. Это те, кто любит ранее... Вот это, конечно, надо обязательно эту штуку иметь. Это очень... Очень сильно. Между делом просто так я взял с собой еще... Помню твою любовь. Да. Детскую. Да. У меня было две песни. Первая отсюда. Ну, раньше шкаф там. Одну записал, другую записал. Race with the Devil и The Sad Saga of the Boy and the Bee. Мощнейшие. Эдриан и Пол Гурвицы. Меня рубило на повал просто. Эдриан и Пол Гурвицы собрали прекрасную группу Gun. Выпустили две пластинки. Вторую тоже слушать вообще неинтересно. Ее можно просто выбросить. Вот эта Gun. Она вообще неинтересная. Ни о чем. Да. А это супер, конечно. Это такой британский прогрессив метал. Вообще, я говорил, что очень много групп играли тяжелую музыку, тяжелый рок. Но подавляющее большинство из них шли в сторону все-таки американского блюз-рока. Такого тяжелого, как Badge, например. И куча еще британских групп. Они играли такую американскую приблюзованную все-таки историю. Откуда пошли уже, так сказать, все наши любимые Led Zeppelin, все наши любимые Cream. Это другая история. Это тяжелая музыка, но она другая все-таки. Это более европейская. Gun... Я у тебя прочитал заметку. Да. И тут меня осенило, что надо срочно лезть в YouTube и искать песни. Я их 40 лет не слышал. Тут же нашлось все. Вот сила интернета. Да. Но Gun... Два альбома они записали. Второй был не такой удачный, как первый. Первый просто ломовой. Вот этот. А потом они распались, разъехались. Один в Америку, другой в Европу. Пару лет ничего не делали. Потом съехали снова и выпустили вот этот Three Men Army. Группой у них стала называться Three Men Army. И записали гениальную совершенно пластинку. Вот эту. A Third of a Lifetime. Тоже рекомендую очень. Это, наверное, одна из... Ну, одна из ста обязательных пластинок британского тяжелого рока тех времен. Даже не слышно. Даже не слышно, что такое. Это прекрасный гитарный тяжелый рок. Такой, мощнейшее звучание. Тоже с уходом в блюз иногда. Иногда в какие-то такие европейские дела серьезные. Но она просто настолько цельная. Настолько полноценная. Настолько вся. Как единый такой шар огненный. Очень кайфово. Ну, а потом уже они встретились, братья Гурвицы наши, с Джинджером Бейкером. И стали записывать уже какой-то... Армия Бейкера и Гурвица. Невероятный прогрессив рок. Тяжелый, гитарный, симфонический, потрясающий. Просто разнообразный. И всех артрокеров убрали вообще напрочь. Своим гитаризмом. Своими гитарными зверствами. Будешь это послушать. Да. Так что... Ну, и, собственно говоря, закончить нашу эпопею сегодняшнюю мы все-таки вот этим можем. Вот этим полотном. Начали писать о них в 1969 году его. В трех разных студиях. И изменили мир напрочь. Снесло крышу всем совершенно. Хотя никто не верил в успех. Потому, что... Ну, из тех, кто, так сказать, принимал решения. Музыканты-то были уверены. Да. Блэкмортон. Лорд. Все. Но слишком это было не похоже ни на что. Ни на Крим. Ни на Клэптона. Ни на, так сказать, предыдущих всех тяжелых музыкантов. Слишком все было прямо. Слишком все было, так сказать, выпрямлено. Сплющено. И в такой стальной рельс. Все это. Вся музыка ушла. При этом, конечно... Сработала. При этом сработала. Да. И при этом песня, которую я здесь не люблю и не слушаю никогда. Это Child in Time. Она очень... Она невыносимая. Она однообразная. Повторяющаяся. Играет ловко. Вот проигрыш. Играет ловко. Да. Что тут скажешь. Играет ловко. Да. It's a beautiful day. Группа It's a beautiful day. Придумали основную мелодическую фразу. Лорд ее услышал. Ему дико понравилось. Сказал, давай-ка так сыграем вот эту штуку. Немножко позаимствовал. Ну, не немножко, а впрямую просто. Денег не платил. По-моему, что-то они как-то разобрались так. Вот. Led Zeppelin там долго судились и продолжают все... Да уж до недавних пор. В прошлом году еще. По-моему, последние отклики. Слышал, что там за лестницу в небо их непрерывно подтянуть на нары. С американской группой Spirit. Ну, там нельзя сказать, что там похоже сильно. Там примерно так же, да. Но это спорно. Там нужно садиться, разбирать последовательность нот. Ну, да. Три ноты, да. А дальше нет. Ну, как бы... А здесь в прямую просто. В прямую. Ну, там же кругом эти несчастных черных пацанов там утянули столько, что... Да, да, да. С особым цинизмом. Ну, Чайл Дэн Тайм, она... Когда я был маленький совсем, мы на танцах в обжимку танцевали под Чайл Дэн Тайм с девчонками. Для этого очень хорошая песня. А так слушать что-то мне скучно стало. Мне про крысу меньше все нравится. Ой, а мне нравится. Мне все нравится, кроме Чайл Дэн Тайм здесь. Вот вся пластинка... Это гениальный альбом совершенно будет. У меня бобина была на 375 метров, поэтому последняя песня Харловин Мэн не влезала только начало. Но тоже все мощное было. Записан только отвратительно. Записан отвратительно. Слушать его тяжело, потому что он глухой совершенно. Вот вопрос сразу к тебе как к специалисту. А как так получается? Ну, на студии же не дураки сидят. Слушай, я не знаю, как так получается. Сказка про четвертый альбом Led Zeppelin, где Пейдж чего-то там сводил в Лос-Анджелесе, а там кто-то что-то на пульте повернул. И поэтому результат получился неправильный. Что она тоже адски глухая. Но теперь выпрямили. Инрок тоже выпрямили. Вот у меня есть новодел переиздание, которое вышло года три назад. Она звучит просто все кристально. Все тарелочки звенят. То есть, все это... На пленке все это есть. Потому, что пересводили уже с мастер-лент. Эти мастер-ленты, они все это записаны. Это при сведении так получилось... Поразительно. Ну, получилось... Даже это не помешало. Нет. Так получается от того, что музыканты... Молодые музыканты не очень еще опытные. Хотя уже казалось бы куда еще опытнее. Но все равно еще не очень в студийных делах. Когда они начнут командовать сведением. Когда Блэкмор говорит... Гитару слышно плохо. Надо громче. Басист говорит... А теперь бас пропал. Гитару вывел. Теперь бас пропал. Давайте бас. И вот начинается вот это... Меня громче. Меня громче. Меня громче. Меня больше. И в результате... И все это как-то в кашу такое уходит. Печально. А настоящий продюсер, конечно, скажет, что... Нет. Давай тебя сделаем потише и все будет лучше. Это сразу мне напоминает Голливуд. Вот ты пишешь сценарий. Давай его сюда. Вот ты режиссер, значит, делаешь вот как написано. И я тебе скажу как. Теперь пошел вон. Вот монтажер. Ты к нему не подходи. Вон будет монтировать. Вот получилось кино. Только там выдающегося человека могут к монтажу подпустить. Так и тут. А вот Боб Эзрин... Он знает все, как надо делать. И Стива Морса здесь тоже мне иногда кажется, что можно и погромче, можно и побольше. А потом понимаешь, что нет. Наверное, так и надо. Потому, что если сделаешь побольше, все остальное будет поменьше. А остальное тоже важно. Ну, это у тебя уже опыт, слух, спецпознание и все такое. Да. Это просто несколько десятилетий слушания вот этой... Но, повторюсь, даже в таком омерзительном качестве все равно рубило на поле. Рубит на поле. Я вообще не знаю ничего. Я очень люблю, да. Спидкинг и все остальные песни. Потому, что больше ничего такого не было, чтобы вот такое чудовищное впечатление производило. Риффы просто все. Просто все. Глупейший, простейший рифф, но как бы работает. Бладсакер чудесный. Тексты песен были? Я немедленно все переписал в секретную тетрадочку. Ты писал в тетрадочку, нет? Да. Что-то писал. У меня до сих пор тетрадочки лежат. Прикольно. Ничего не понятно. И тогда было непонятно. И тогда непонятно. Но 60 рублей платили все равно за пластинку. Все равно пластили 60 рублей. И наслаждались этой историей. Хороши были. Просто хороши. Вот тот же самый Child in Time. Как это у нас всегда было? Дитя во времени. Дитя во времени, да. Не совсем дитя во времени. Это про то, что дитя со временем ты увидишь. Сабра, вырастешь, поймешь. Дитя во времени, да. Ну, в общем, эпохальная совершенно, конечно, альбом. Вещь. Ну, а дальше пошла уже следующая история, которую я не смог в силу собственной хилости принести сюда все остальные пластинки. В следующий раз я привезу чемодан на колесиках. Да. И мы уже пройдемся по Файбеллу там и всем остальным делам. Ну, вот эту штуку надо, конечно, обязательно. Это просто шедевр. Просто шедевр. Это совершенно другая группа уже. Несмотря на то, что все те же. А как ты считаешь? Вот эти вот замены постоянные. Этих убрали, тех убрали. Становится лучше, хуже. Там... Как это у них Mark 1, Mark 2, Mark 3? Я долго понять не мог, что это такое. Оказалось, что это составы, а не так отметка... Составы, да. Ну, как? Все становится другим совершенно. Все становится совершенно другим. Потому, что ушел Гиллан и пришел Хьюз. Стала совершенно другая музыка вообще. Стал фанк. Стало... Больше танцевальности появилось. И как бы совершенно другая уже группа. Да. Там как это когда-то... Мы же знания все черпали из журнала... Ровесник. Ровесник, да. Артем Троицкий писал. Который терпеть не может. Тяжелой рог. Да. Который черпал знания у Сева Новгородцева. Который черпал знания еще в других местах. Никто ничего не понимал. Кто откуда что черпает. Казалось оригинально. Но было страшно интересно. Да. Как это он? У него там было написано, что с приходом Хьюза и Ковердейла превратились в областной оперный театр. Ну, так отчасти он прав в этом смысле. Естественно, да. Особенно на концертах это забавно. Смотреть, когда один поет, другой поет, распихивая плечами друг друга. Прекрасно. Бальзам на сердце прямо. Есть что послушать. Это, кстати, в настоящий момент очень удобно, что все в ютубах лежит. То сказать. Для ознакомительных целей альбомы лежат целиком. Кому интересно. Смотрите название, поищите. Все бесплатно, что характерно. Вот. Красота. Спасибо, Алексей. Ждем продолжения. Спасибо, Дим. Всем пока. Всем привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова